С грядки напрямую на прилавок. По такой схеме без посредников горожане могут приобрести овощи и картофель. Ярмарки «Дары осени» продолжают свою работу, только в Чебоксарах открыто более 50 площадок. Тема продолжит Дмитрий Ковалев. Капуста, морковь, огурцы, картофель, баклажаны, торговые ряды буквально ломятся от изобилия овощей. На северной ярмарке свои палатки развернули потребительские общества. В райпо продукцию закупают напрямую от фермеров и доставляют до города с минимальными наценками. На «Дары осени» спрос большой. Турговля по субботам хорошо. Мы в день продали 2-3 тонны картофеля. Мы уже приехали седьмой раз. Бесплатно все. И есть у нас автомашина. Организовывают доставку? Доставка бесплатная. Сельхозрынок по улице Николаева облюбовали и фермеры из других регионов. У предпринимателей накопилось немало вопросов. Больная тема – цена за аренду. В этом году полка же тысячи рублей. 15 дней. Вот посчитайте, сколько получается я им отдаю деньги. Глава республики отметил, что, собственно, производителям администрация рынка может пойти навстречу. Посмотрим, где какие условия. Для продажи зельхозяйственной продукции, которые в шаговой доступности и без посредников продают, чтобы для них льготные цены были. Если вы производитель там и так далее, то это тоже один вопрос. Удобство необходимо создавать не только для продавцов, но и покупателей. Горожане жалуются на нехватку автобусов до рынка. Глава республики поручил решить эту проблему городским властям. На вот период заготовки, массовые заготовки овощей, там, картофеля, другой сельхозяйственной продукции, конечно, общественный транспорт больше должен быть на этот период времени. Абдер, ноябер. Пожилым людям на ярмарке «Дары осени» овощи и картофель доставляют прямо к дому. Машины. Машины дали, они бесплатно увезут меня в Новоюжный. Вам не докладывают, что ветеранам городские власти организовали там? Да, да, да. Такую помощь, скажем, с доставкой на дом. Спасибо вам большое. На зиму что заготавливаете? Капуста? Картофель, да? Картофель, вот перец взял красный. За домашними сырами, творогом, медом горожане приезжают на этот мини-рынок. Такие площадки, отмечает Михаил Игнатьев, хорошая возможность приобрести экологически чистые продукты по низким ценам. По сравнению с прошлым годом, кроме цен на картофель, они приемлемы, я хотел бы сказать. С учетом дефицита картофеля, с учетом прохладного лета, картофель в этом году меньше. Предлагаем производителям, покупателям, чтобы без лишних посредников они могли найти друг друга на разных площадках. У горожан ярмарки востребованы. Глава региона поручил продлить их работу еще на неделю. Дмитрий Ковалев и Игорь Зверев. Республика. Майбетский.